Александр Краудер, профессор Международного университета Флориды, считает вывод американских войск из Ирака правильным шагом Белого дома. Я не вижу проблемы с выводом войск. Основная ошибка была допущена при администрации Обамы, когда США вышли из игры в 2011. Во-первых, мы вышли слишком рано. Ситуация в Ираке не стабилизировалась. Для этого необходимо больше, чем год или два. Во-вторых, тогдашний премьер-министр Нур-и-аль-Малеки маргинализировал суннитское меньшинство, и как только мы вышли из Ирака, он напал на них. Сейчас же в Ираке не осталось крупных боевых задач. Есть еще учебная миссия, и президент Байден не сказал, что США закроют ее. Ко всему прочему, НАТО руководит учебной миссией в Ираке. В регионе присутствуют союзники США. Если ираксам понадобится помощь, они обратятся за ней, мы вернемся, если это потребуется. Барбара Славина, эксперт Атлантического совета, отмечает, заявление президента Байдена носит политический характер. Мне не ясно, какое количество американских солдат будет выведено из Ирака. Президент Байден заявил, что боевая миссия окончена. Честно говоря, боевая миссия была окончена много лет назад. Давайте говорить прямо. Главная проблема – это Иран. США и Иран использовали Ирак в качестве поля боя. Иракцы устали от этого, американцы устали от этого. Джо Байден сказал премьер-министру Ирака, что американские военные, которые остаются в стране, будут обучать, консультировать и предоставлять помощь иракским силам в борьбе с остатками группировки «Исламское государство». Есть надежда, что этого обещания будет достаточно, чтобы остановить нападения на американцев со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков. Я думаю, большой вопрос в том, прекратятся ли эти нападения на американцев. Александр Краутер считает, что вывод американских войск не повлияет на безопасность в регионе. То, что США уходят из Афганистана и Ирака, не означает, что мы покидаем Ближний Восток. У США очень прочное партнерство с Иорданией, Израилем, Саудовской Аравией и Кувейтом. Мы просто прекращаем миссию, которая стоила много крови и ресурсов. США устали терять молодых американцев в странах, которые не хотят улучшать свои системы. Барбара Славин придерживается другого мнения. Выход США из Афганистана – куда более серьезная ситуация. Мы видели, что Талибан делает большие успехи. И существует вероятность, что в стране продолжатся боевые действия и возникнет вакуум безопасности, из-за того, что такие группы, как ИГИЛ и другие, могут перегруппироваться. Я бы сказала, что Иран будет играть более агрессивно в Ираке. Соединенные Штаты открыли дверь Тегерану, когда свергли Саддама Хусейна в 2003 году. Некоторые политические силы в Ираке хотят, чтобы США остались в стране. Стоит помнить, что Иран является соседом Ирака, а Соединенные Штаты находятся за тысячи миль. Напомним, что в Ираке в рамках возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГЭ присутствует около 2500 американских военнослужащих. В апреле Вашингтон и Багдад договорились об изменении характера миссий американских военных, с тем, чтобы они сосредоточили внимание на обучении и консультировании иракских сил безопасности. Рафаэй Сагов, Александр Геневский. Настоящее время. Америка.